Добрый вечер, коллеги. Сегодня мы поговорим о том, что такое Azure Web App, какие преимущества он предоставляет для разработчиков. Azure – это облачная платформа от компании Microsoft. В Azure вы платите только за те ресурсы, которые использовали. В Azure вы можете работать как с большими данными, так и разрабатывать ваши мобильные приложения или веб-приложения. Azure Web App – это самый простой и быстрый способ опубликовать ваше приложение в облаке. Давайте посмотрим, за счет чего это достигается. В Azure реализована возможность публиковать приложение не только на .NET, но и Node.JEST, PHP, Python или Java. Это все достаточно просто. Публиковать свое приложение вы можете, к примеру, по схеме с использованием Source Control. Для того, чтобы это вы могли реализовать, необходимо ваш Source Control зарегистрировать в приложении Web Application. Затем вам необходимо сделать первый commit с вашими изменениями Source Control. Source Control, используя технологию веб-хуков, уведомляет Azure Web App о том, что произошли изменения, и эти изменения забираются и публикуются в стейджинге. После этого вы можете произвести тестирование того, что развернулось, и если вам будет необходимо, и это учтено в вашем процессе, вы можете произвести смену на production, либо настроить автоматическую публикацию этих изменений в production после публикации. Как этому будет удобно. На данный момент Azure Web App поддерживает интеграцию с такими сервисами, как Git-локальный ваш репозиторий, Visual Studio Online, CodePlex, GitHub, Bitbucket, Dropbox, FTP, если кому-то будет удобно. Используя эти системы, вы можете всегда легко и удобно внести изменения в ваше приложение. Когда мы говорим об облаке, у нас возникает важный вопрос масштабирования. В Azure масштабирование реализовано. В Azure есть, конечно же, ручное масштабирование. Это все достаточно просто. Просто берете за движок и перетягиваете, указывая количество необходимых инстансов. И они у вас, естественно, появятся сразу. Но это не так интересно, как автоматическое масштабирование. Давайте посмотрим на примере. Есть у нас интернет-магазин, который продает, к примеру, умные часы. Пока о нем мало кто знает, ему достаточно для работы и одного инстанса, то есть этих небольших выделенных ресурсов. Со временем популярность растет, нагрузка вырастает, больше пользователь, и Azure автоматически выделит дополнительные ресурсы согласно тем правилам, которые вы укажете. В жизни каждого интернет-магазина есть ситуации, когда появляется пиковая нагрузка. К примеру, в нашем случае это может быть предновогодние продажи, когда мы все лихорадочно ищем, чего выкупить в подарок. И у нас, опять-таки, вырастает нагрузка, и Azure добавляет еще дополнительные ресурсы для обеспечения работы вашего приложения. Но, как правило, такие нагрузки у нас встречаются, но не часто. И, к примеру, в случае нашего магазина, скажем, 1 января, когда все отдыхают от праздника, нагрузка у нас уменьшается. Соответственно, вы должны при использовании автоматического масштабирования иметь в виду, что правило масштабирования работает как на увеличение ресурсов, так и на уменьшение их. Настраивается автоматическое масштабирование тоже достаточно просто. Первым делом нам важно определить то количество экземпляров нашего приложения, которое будет масштабироваться. К примеру, мы указываем, что наше приложение будет масштабироваться от двух экземпляров до шести. Следующий параметр, который нам необходимо указать, это метрику, по которой будет производиться само масштабирование. Мы можем, к примеру, использовать нагрузку на процессор и указать, что минимальное значение метрики 70%, максимальное 90%. В случае, когда нагрузка попадает в этот диапазон, будет срабатывать правило. В качестве метрики вы также можете использовать, как я уже сказал, нагрузку на процессор, загруженность оперативной памяти, очереди к диску, HTTP очереди, и также вы можете использовать в качестве метрик исходящий или входящий трафик. Как это работает? Наш интернет-магазин. То есть пока у него немного посетителей, скажем так, ночь, и нагрузка процессора на уровне 40%, работает один экземпляр. С приходом новых посетителей нагрузка на наш процессор вырастает. Теперь он попадает как раз в оговоренный ранее диапазон нами от 70-90%. Срабатывает наше правило. И тут важно сказать, что вот этот временной диапазон, который необходим для разворачивания Azure в вашего приложения, еще одного экземпляра приложения, выделения ресурсов, вы можете управлять. То есть если вам необходимо, чтобы ваше приложение при старте подгрузило какие-то зависимости или загрузило данные какие-либо, то вы можете указать, сколько вам нужно, 5, 10, 15, 20 минут. За это время Azure развернет ваше приложение, приложение выкачает нужные вам ресурсы и уже начнет принимать нагрузку, разгружая тем самым. Но смотрите, ситуация. У нас по нашим метрикам показывает, что нагрузка у нас не падает. Но Azure не сработал, сразу еще один экземпляр приложения не запустил. Это сделано для того, чтобы Azure мог суммарно оценить нагрузку на ваше приложение в целом. И после этого он опять-таки добавит после времени указанного вами, добавит дополнительные ресурсы. Опять-таки напоминаю, что эти правила работают как на увеличение, так и на уменьшение количества выделенных ресурсов. Это очень удобно в плане того, что будет экономить ваши ресурсы, которые выделяются. Масштабирование в Azure, оно в частности в Azure Web App, масштабируется только в веб-слой. И правила масштабирования вы можете настраивать достаточно тонко. К примеру, вы можете в настройке масштабирования указать, что, к примеру, если загрузка процессора у нас за последние 10 минут составляла больше, чем 70%, то включить правила масштабирования. Если нагрузка у нас продолжает, скажем так, все же на уровне больше 80%, то мы можем добавить еще плюс 2 и дополнительных инстансов. В то же время таким же образом вы можете настроить правила, которые позволят при уменьшении значения метрики и уменьшать выделенные ресурсы. Соответственно, вы можете также при увеличении и при уменьшении указать количество инстансов или ресурсов, которые вы хотите за одно событие уменьшить или добавить. Следующая важная вещь, о которой я бы хотел вам рассказать, это сайт слоты. Наш сайт, интернет-магазин, находится уже в продакшене, он уже как бы популярен. И соответственно, все изменения, которые нам необходимо внести, мы должны делать уже как бы аккуратно, проверять то, что мы изменили, то, как оно работает. Для этого нам нужно добавить еще один слот. При этом я должен вам сказать, что сайт слоты, они размещаются на уже выделенных ресурсах и не требуют от вас никаких дополнительных выделений ресурсов. Итак, мы создали дополнительный слайд слот, внесли в нем изменения, применяли здесь фунт с голубого на зеленый, мы решили, так хорошо будет. Проверили его. Это можно сделать благодаря тому, что каждый веб-слот имеет свой уникальный адрес, создаваемый автоматически в доменной зоне azurewebsite.com. К примеру, наш production-сайт находится под именом mysite.azurewebsite.com. Соответственно, стейджинг наш будет доступен по адресу mysite.staging.azurewebsite.com. Соответственно, мы можем сразу выложить, протестировать изменения и после этого произвести смену. Смена у нас происходит и наши изменения, находящиеся в стейджинге, стали доступны теперь в продакшене, а то, что было в продакшене, перешло в стейджинг. Это не единственный сценарий использования сайт-слотов. Вы можете использовать сайт-слоты при разработке, при тестировании вашего приложения. Должен так сказать, что смена swap staging на продакшен происходит без выключения приложений, то есть оно очень быстро, то есть без потерь по времени. И у вас есть в этом случае всегда возможность, когда, к примеру, был пропущен какой-нибудь досадный недочет, вы можете всегда произвести смену обратно. Старый продакшен, продакшен свернется на место, стейджинг идет на свое место в стейджинг. То есть у вас есть место для маневра, и если что-то вдруг, последний момент, вы можете изменить. И также еще интересной особенностью является то, что в Azure Web App вы можете производить A-B-тестирование. Что это такое? Вы создаете два сайт-слота. Указываете в настройках, какое количество пользователей, какой версии сайта достается. Количество этих версий может больше, чем два, три, четыре, пять, сколько вам необходимо. Вы указываете, кому, какому сайту, какую пропорцию достается, и Azure автоматически перенаправляет пользователей на нужную, на выбранную им случайным образом версию сайта. Это достигается, ну, понимание Azure, какому пользователю, куда перенаправлять после первого входа, достигается за счет того, что в браузер подвешивается специальная кука, на которую Azure обращает внимание и, соответственно, перенаправляет на нужный сайт-слот нашего пользователя. В веб-разработке мы часто встречаемся с необходимостью, когда нам нужно выполнять какие-нибудь фоновые задачи, не в ответ на веб-запрос. Для Azure есть для этого веб-джоба. Рассмотрим пример. У нас есть некий веб-сайт. К примеру, если говорить об нашем интернет-магазине по продаже часов, он, допустим, открыл магазин по продаже аксессуаров по этим часам. И пока он малоизвестен, мы можем выложить на нем наш веб-джоб и поставить ему дополнительную задачу. К примеру, по обработке картинок, то есть resize какой-нибудь производитель с ними. И мы, заходя на наше веб-приложение, говорим, что вот вам архив с картинками. Наше веб-приложение записывает информацию о том, что есть задача в очередь. и веб-джоб узнает о том, что он проверяет состояние этой очереди, есть ли у него информация, и понимая о том, что у него есть задача, он получает эту информацию из очереди, соответственно, берет наш архив с файлами и производит изменения с теми картинками, которые нам нужны. Также важный момент должен сказать, что сами... Не слышно. Сейчас мы подправим. Возможно, ты мог задеть кнопочку? Нет? Отлично. Мы сейчас тогда быстро заменим батарейку. Я пока могу дать микрофон обычный, пока будет происходить замена. Снимать не нужно, там тебе вот прям... Ты можешь пока поговорить вот сюда. Будешь? Нет? Все окей, да? Раз-раз. Раз, меня слышно, да? Да, супер. Я прошу прощения за техническое недоразумение. Итак, наш веб-джоп, он размещается на тех же ресурсах, которые вы уже для себя зарезервировали и также не требует, как и сайт-слот, каких-то дополнительных ресурсов. То есть вы можете таким самым образом утилизировать те ресурсы, которые у вас есть. на данный момент вы можете написать ваш веб-джоп, используя Node.js, Python, PHP, PowerShell или приложение, написанное на нотнете. На данный момент существует три типа веб-джопов. джоп по запросу, по расписанию и постоянно работающий. Ну, по запросу тут понятно, тут предоставляется некий адрес, вы к нему отправляете, по нему отправляете штепи-запрос, и джоп начинает свою работу. В шейдуллеру все тоже достаточно просто. Есть в интерфейсе возможность выбрать как на конкретную данную, дату, также, собственно, и периодичность. Вы можете сказать, что там раз в неделю, вы можете сказать, раз в час выполняться, и он, соответственно, будет срабатывать в указанное время. И постоянно работающий, он, соответственно, привязывает, проверяет постоянно какие-либо изменения, допустим, в очереди, как я приводил в примере, и когда он находит, допустим, для себя новые задачи, он производит те задачи, которые на него были возложены. В веб-джоп в SDK есть возможность следить за событиями в блобах, в таблицах, и также он может работать в сервис-паз триггерами. Публикация веб-джопов тоже достаточно проста. Вы можете произвести, как запубликовать ваш веб-джоп с использованием портала, с использованием Visual Studio, командной строки, либо гид-репозитория. Так, вот я тут привел пример, насколько реализация веб-джопа достаточно простая, но мало чем отличается от создания банальной консольного приложения. У нас есть метод main, который начинается, с которого начинается выполнение программы. Ну, create demo data, думаю, понятно, то есть создает какие-то демонстрационные данные в нашем случае. Создается объект jobhost. Мы в нем вызываем метод call async. В нем передаем, собственно, объект и его метод, в котором находятся необходимые действия, которые должен выполнить этот веб-джоп. Ожидаем выполнения и получаем, соответственно, отчет о том, что задача выполнена. В жизни любого проекта бывают, возникают такие задачи, когда нам необходимо разместить наш ресурс как можно ближе к нашему конечному пользователю. Для этих целей есть Traffic Manager. Traffic Manager – это сервис, который позволит вам как сбалансировать вашу нагрузку, так и, собственно, перенаправить пользователя к вашему ближайшему, ближайшему к нему приложению. На данный момент дата-центры Azure находятся в 17 регионах в мире. Вы можете выбрать любой из этих дата-центров, разместить в нем ваше приложение, веб-приложение и подключить его к Traffic Manager. К Traffic Manager можно также и подключать и ресурсы, которые не находятся в дата-центрах Azure. Для того, чтобы начать пользоваться Traffic Manager, вам нужно сначала зарегистрировать точку входа. В нашем случае, к примеру, это домен yourapp.com. Затем мы Traffic Manager указываем, где расположены наши веб-приложения. И когда пользователь обращается по этому адресу, Traffic Manager отправляет пользователя на тот веб-ресурс, который ближе к нему. Он это делает на основе какой пинг короче, меньше. Бывают такие ситуации, когда одно из приложений, подключенных работающих, оно выходит из строя. Traffic Manager опрашивает все подключенные ресурсы каждые 30 секунд. Если он в течение 10 секунд не дождался ответа с кодом 200, он производит еще дополнительно 3 запроса. И если в течение этих запросов опять-таки он не получает код 200, он считает, что этот ресурс нерабочий и пользователь на него не отправляет. Но если же он все-таки там, скажем, на четвертой попытке он ответил с кодом 200, он считает, что с ним все хорошо и в следующий раз его будет отпрашивать через следующие 30 секунд. Также хотелось бы еще отметить такой нюанс, что он настраивается достаточно просто и этот сценарий, который здесь приведен, он не единственный. К примеру, вы можете его использовать, если вам необходимо обеспечить приложению без шовную миграцию с одного дата-центра в другой, при этом, чтобы пользователи, к примеру, загружающие какой-либо контент, не могли почувствовать какой-либо дискомфорт в пользовании вашим ресурсом. Но при этом вы должны самостоятельно обеспечить, чтобы если я обращаюсь к вашему ресурсу, я должен одинаково получать ответ на свой запрос к любому из них. Это вы должны самостоятельно обеспечить. Следующей возможностью, о которой я хотел рассказать, это бэкапы. Microsoft гарантирует сохранность ваших резервных копий. Это говорит о том, что ваши резервные будут копии всегда целы и доступны. И с ними ничего не произойдет. Только в одном случае никаких гарантий нет, если вы самостоятельно дали явную команду на удаление этих резервных копий. Думаю, с этим понятно. Давайте посмотрим, что же включается в резервные копии. Мы можем включить в резервные копии нашу базу данных, базу данных приложения. Это опциональная вещь, но согласитесь, она бывает достаточно полезна, когда допустим что-то нужно будет выяснить или развернуть приложение на другом месте. Также в наш резервную копию включаются все файлы нашего веб-приложения. И в резервную копию включается файл настройки, которые вы произвели при создании вашего веб-приложения. То есть указали версию фреймворка или выбрали платформу, на которой вы хотите, на которой работает приложение, там Python, JS, Java. И соответственно эти настройки при повторном разворо-разворачивании вам не понадобится делать. Одним из интересных сценариев, которые вам может пригодиться, это использование резервной копии заключается в том, что, к примеру, пользователь оставил жалобу о том, что какая-то там работает какой-то функционал. Вы у себя проверили, что все хорошо. Вы можете взять, выкачать резервную копию на нужный момент, на нужную дату и развернуть у себя или в другом месте и собственно произвести полный цикл тестирования по той жалобе и соответственно найти и устранить причину, по которой была эта жалоба. Резервная копия настраивается, можно делать собственно как и вручную, то есть сразу как вы нажмете на кнопку в интерфейсе Azure портала, так же и по расписанию. Думаю, что многие из вас сталкивались с необходимостью обеспечить данными ваше публичное веб-приложение какой-то информацией, которая находится внутри вашей сети, внутри вашей компании. Для этого есть гибридное соединение Azure Web-Up. Настраивается все достаточно просто. В конце настроек вы получаете информацию о том, как вы можете создать VPN подключение к Azure и наше веб-приложение может вполне комфортно и спокойно иметь доступ к ресурсам, которые у вас находятся локально. При этом VPN-соединение поддерживает промышленный стандарт IPsec. на данный момент это все, что я хотел вам рассказать. Если возникают вопросы, вы можете присоединиться в нашей группе на фейсбуке и подчеркнуть оттуда много информации либо задавать какие-либо интересующие вас вопросы об Azure. И если есть у вас сейчас вопросы, то можете поднимать руки, мы поднесем вам микрофон. Отлично. Здравствуйте. У меня вопрос, что из себя представляет инстанс Azure. Это как EC2 на Амазоне или как Heroku, то есть как EC2, то есть это полноценный какой-то Linux дистрибьют, который мы захотели, развернули при Руджангу, Elastic Search, Rabbit, все наворотили как мы хотим или это как на Heroku мы покупаем отдельно сервисы, то есть нам приемлем нужен Elastic Search, мы покупаем еще отдельно для этого какие-то вещи, чтобы подключить. Azure Web это сервис, то есть сам Azure Web он работает на Windows и использует в качестве веб-сервера ИС. Если вам нужно какие-то дополнительные ресурсы подключить, как вы сказали, там Redis, внешнюю базу данных, кэши это вам придется подключать дополнительно, это не входит, там на этом же ресурсе, на этих ресурсах разместить не выйдет. я по-моему. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, еще вопрос. Чтобы далеко не ходить, добрый день. Спасибо за доклад. Вопрос такой, есть ли возможность организации CDN не из коробки на Azure? Еще раз. Организация Content Delivery Network у Azure. Конечно, конечно. Это есть достаточно давно и подключение к Azure WebUp тоже достаточно просто. То есть как бы интерфейс, в котором вы выбираете нужное вам, нужное вам, подключаете, и оно работает. Я понял. И второй вопрос. Сравнивая, к примеру, тоже Heroku и Azure, в чем преимущество Azure? Вы знаете, я с Heroku не имел удовольствия работать, поэтому, к сожалению, адекватно не могу сравнить. Я могу вам сказать, что мне, как разработчику на Дотнете, мне с Azure работать очень комфортно. Я вас понял. Спасибо. Давайте здесь. Если выбирать между Амазоном и Azure, не Дотнет, чем лучше Azure? Хороший вопрос. Вы знаете, я вам однозначно ответить не смогу. Я для себя когда проводил сравнительное сравнение между Амазоном и Azure, то, что реализовано в Azure в контексте того, как можно получить дополнительные ресурсы, насколько это понятно, сделано и просто, и доступно, то Azure мне больше нравится. В Амазоне это сделано, скажем так, не очень мне привычно и не так ожидаемо. несложно вам сказать, но если мне придется еще раз выбирать, я таки выберу Azure, потому что эта платформа достаточно быстро развивается и она мне ближе и понятнее. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. А вот вы рассказывали про автоматическое масштабирование и вы говорили, что мы выбираем какой-то конкретный сервер. Возможно ли настроить автоматическое масштабирование так, что основной сервер, допустим, у нас в Европе, но при подключении большого количества клиентов из Америки второй инстанс разворачивался на американском сервере? Ну, в общем-то, как бы вы сместили две темы traffic manager и масштабирование. Дело вот в чем. Когда вы создаете веб-ап в приложении свое, вы указываете, в каком конкретном регионе вы хотите его разместить. Соответственно, масштабирование будет происходить в этом же регионе, в котором, допустим, в Восточной Европе. И если у вас же используют traffic manager и вы видите, что нагрузка у вас там, вы разместили еще один веб-приложении и видите, опять-таки, что нагрузка на него там растет, то это опять-таки там разворачивать его. Как бы перераспределять, что, к примеру, у вас растет нагрузка на сервера в Европе, на приложение в Европе, а разворачивать в Штатах… Я вам так не скажу, не смотрел, какой сценарий. Ну, а допустим, если у нас сценарий, что у нас есть и в Европе большое количество пользователей, и в Америке, тогда нам нужно развернуть два отдельных приложения, то есть нельзя каким-то образом разместить вот это одно приложение на нескольких серверах. одно ваше будет приложение на несколько серверов. Вы просто в Traffic Manager указываете, где они находятся, и, соответственно, пользователи будут перенаправляться туда, куда им ближе. Если пользователи из Штатов, они будут ходить только на Штаты. Ну, ближе. Пользователи из Европы будут ходить на европейский дата-центр. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Два вопроса. Первое. Если есть какая-то тяжеловесная задача, которую хочется развернуть, это делать лучше с помощью веб-джобсов, про которые вы говорили, или через габрид-коннекшн разворачивать ее у себя и к ней потом коннектиться? Есть сложная задача. Какая задача? Ресурсоемкая в этом плане. Ну, я вам скажу так, что, в принципе, если в этом нужно посчитать какие-то данные, то и вы можете, конечно, это развернуть в эжуре и посчитать ее там. После того, как вы это произвели посчитали, ресурсы освободятся, после настроения. Если же ваши задачи требуют, чтобы они были локально, используйте гибридное соединение и вы можете доехать результаты этих данных или передачу данных в ваш сервер с облака передавать. Вы можете при помощи гибридного соединения. Этот сценарий вы можете настроить. А вот где лучше, тут смотреть вам. Понятно. Если вы, к примеру, рендерите 3D-видео, то, к сожалению, на данный момент виртуализации видеокарт нет. Если вы считаете данные, то по мне так проще на час поднять максимальный, взять максимум ресурсов, произвести расчет и при этом не держать у себя под столом машину, которая это будет делать раз в неделю, к примеру. Понятно. Спасибо. И второе. Есть ли какие-то средства для мониторинга количества клиентов, уникальных, географии, посещений и так далее? В Azure есть средства для… о чем вы говорите, этой статистики. Ну, это достаточно большой объем. Тема интересная. И непосредственно говорить, если как у Google Analytics или Яндекс.Метрики, вы можете их использовать. Если говорить о перформансах, там нагрузка на процессор и прочие параметры, которые вам нужны, эта информация, конечно же, есть. Там ведутся, возможно, введение логов, возможно, это сбор информации по загрузке процессора на конкретное время. То есть вы можете увидеть диаграмму. Понятно. Спасибо. То есть со статистикой там все очень даже хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста. Ну, у меня как бы три вопроса. То есть вопрос как бы первый. Смотрите, можно ли как-то с помощью трафик-менеджера или каким-то другим инструментом сделать так, что если приложение ориентировано на какой-то один отдельный регион, например, на Украину, запретить каким-то образом доступ, ну, с других стран? Это как бы первый вопрос. То есть возможно ли это сделать вот штатными средствами Microsoft Asia? Ну, в принципе, вы это можете сделать и так на уровне приложения, как бы как только видите, что что-то не то. То есть это именно вот сами… То есть вот я вам не могу сказать. Не знаю. У меня не было такой задачи. У меня была задача наоборот, как раз обеспечить пользователям доступ, а не запрещать его ограничивать. И еще два вопроса, но они немного связаны друг с другом. Смотрите, вопрос первый. Вот вы говорите, что Microsoft гарантирует то, что резервные копии, они как бы доступ к ним будет постоянен и т.д. и т.п. Скажите, пожалуйста, в течение какого времени резервные копии будут доступны? Например, там приложение существует год, так что я за год смогу резервник поднять старый? Я думаю, вряд ли. И вопрос второй, который вытекает из этого первого. То есть если какой-то у Microsoft Azure как-то автоматизировать процесс, например, загрузки того же самого резервной копии, где-то дублировать, например, на тот же самый Dropbox, ну, к примеру, или какое-то другое обочное хранилище. Отвечая на ваш второй вопрос, вы сможете посмотреть и двухлетней давности ваши резервные копии. Это обеспечивается вот, собственно, чем. Все эти резервные копии складываются в Azure Storage, которые по своей сути, в общем-то, ну, как бы безразмерны. Он достаточно дешевый, если я не ошибаюсь, это где-то на уровне меньше 10 центов в месяц за гигабайт информация. Вот, то есть если вам необходимо, вы можете их там держать столько времени, сколько вам нужно. Если они будут вам нужны, вы можете их выкачать к себе абсолютно без проблем, либо их закачать обратно в случае необходимости. То есть манипуляции в этом смысле вполне возможны. То есть с этим все хорошо. Насчет автоматизации резервных копий в другие источники, тут я вам не подскажу. Ну, как вариант, вы можете использовать через Source Control само приложение копировать, но так, чтобы вот полностью вот это все упаковывалось и складывалось, к примеру, в Dropbox. Думаю, что это вряд ли. По крайней мере, я с этим не сталкивался. Понял. Спасибо. Спасибо. Давайте дадим еще очередь. Пожалуйста. У меня возник вопрос по поводу… вы рассказывали про сайт-слоты, да? Да. И вы говорили, что в момент, когда вы захотите протестировать новую версию, вы можете подменить ее с продакшеном, правильно? Ну, после теста подменить. После теста, да. И вот вопрос, собственно, что если в продакшене в этот момент было, допустим, открыто соединение с базой или пользователь видел страницу, которую в новой версии вы удалили? Что, ну, как бы, как это реализовано? Реализованы моменты, когда сервер должен работать с пользователем. Он прямо сейчас должен работать, а вы хотите подменить этот сайт. Вот такой вопрос. Ну, хороший вопрос. Давайте я вам поясню, собственно, немножко, как это, собственно, смена SWAP работает. на самом деле просто происходит перевязка доменных имен между приложениями на ИСе. То есть за это мы получаем достаточно быстрое действие, но в нашем случае, о котором вы проговорили, я думаю, что пользователь при повторной перезагрузке может увидеть NotFound. в принципе, если для вас критично, вы можете предусмотреть сценарий, при котором, к примеру, так просто не будет ссылки на нужную, на ту страничку, которую пользователь просматривает, да, и при переходе он все-таки на ней окажется, грубо говоря, со временем вывести. Либо вы можете делать смену в часы, когда наименее нагружено ваше приложение, скажем так, менее болезненно будет до работы. Спасибо. Еще вопрос у нас. Давайте. Здесь вопрос. Вопрос, во-первых, насчет баз данных. Какие базы данных поддерживаются? Только MS-SQL для всех типов, ну, для всех языков? Или можно сделать поддержку, например, MySQL? В Azure Web App при создании вы можете выбрать вариант, когда у вас будет в Azure Web App плюс MySQL. В MySQL, ну, так сказать, работа с ним, пожалуйста, работает. То есть можете указать в connection string L в ваших конфигурациях, куда обращаться к базе, и, пожалуйста. То есть оно и с нерелационными базами данных тоже может работать в теории? Почему в теории? Нерелационные, конечно. В Azure есть table storage. Это, в общем-то, как бы нерелационная просто табличка. SDK есть, да, практически всех языков, о которых говорил. Пожалуйста, работайте. Хотите, работайте с Revit. Никто ни в чем не ограничивает. То есть на ваш выбор. И еще вопрос. Я читал в интернете достаточно часто, что могут быть проблемы с безопасностью. Во-первых, могут попасть к данным не те, кому надо. То есть почему знакомые вот в компании сбежали именно Azure, пришли на Amazon? Потому что говорят, что как-то налога может добраться до самих серверов. Слабо представляю, но говорят, что такое возможно. Вы понимаете, дело в том, что Microsoft компания достаточно большая, работает на рынке больших компаний достаточно давно. и у них есть, во-первых, сертификат, который говорит о том, что обеспечивает максимальную безопасность и получить данные просто так, без предъявления каких-либо судебного иска будет очень непросто. У Amazon работает точно так же. Я думаю, что так как они находятся в юрисдикции США, они на одинаковом уровне, в смысле получения доступа к данным. Просто так прийти и сказать здравствуйте, мне нужны данные с той стойки. Они говорят, нет. Идите. Хорошо, большое спасибо за ответ. Пожалуйста. Здесь у нас еще один вопрос. Пожалуйста. Есть некоторые противоречия внутренне в Ажуре. С одной стороны, рекламируется, что можно получить бесплатно какое-то количество веб-сайтов и какое-то количество базы данных. Но по факту зарегистрируется в Azure без предъявления номера кредитной карты невозможно. Как с этим бороться? Ну, я не знаю. Вы можете взять любую дебетовую карточку, положить на нее 10 гривен. Нужно, в общем-то, для… Кредитная карта, по факту, нужна для того, чтобы отличить, что пытаются зарегистрироваться, получить доступ к ресурсу человек, а не спамер. Вот. И эти деньги, которые, ну, там, заблокируются один доллар, но он потом возвращается обратно на карточку. Без этого на данный момент никак. К сожалению, я просто другого повода не знаю. Я в Microsoft не работаю, поэтому однозначно ответить на этот вопрос не смогу вам. Ну, это достаточно простая процедура. Деньги не списываются. Там, в реальном периоде дается, там, месяц. На этот месяц вам предоставляются ресурсы на сумму эквивалентную 200 долларов США. И вы пользуетесь. Деньги за это не просят. Ну, и по истечению от реального периода вам остается в пользование возможности создать и работать с 10 веб-сайтами и мобайл-сервисами. Там, там, 10 штук выделяется. Спасибо огромное. И последний вопрос у меня здесь. Можно один? Очень просил человек, на самом деле. Ну, ладно. Спасибо. Он даже, этот человек спас, монти-элефон мобильный просто. От падения. Супер. Вопрос короткий. Трафик-менеджер, по сути, это трафик-менеджер, распределялка трафика по геогейтвэям, CDN, по сути. Ну, просто да не просто. Пониму того, что он распределяет пользователей и отправляет к ближайшему к ним приложению. Собственно, может управлять балансировкой нагрузки. Рассматриваю, прошу прощения. Рассматриваю вариант. Если это мои приложения, я использую Microsoft, Azure только как точки. То есть, у меня сервер стоит здесь в Украине, а я вот такой лихой в Америку и через Америку гоняю. пожалуйста, на здоровье. То есть, он как бы лод-балансер следит за здоровьем вашего веб-приложения. То есть, в случае, если он перенаправит пользователей на другое, на другой сервер, на другое веб-приложение, которое вы развернули. Оплата идет чисто по трафику, я так понимаю. Там идет оплата идет за запросом, DNS-запросы. Там уже, когда опрашивает, и там еще берется плата за подключение, небольшие деньги. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok